Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Поговорим о Лёле Быковой. Но перед тем, как перейду к обзорам, хочу всех поздравить с Рождеством Христовым. Ребята, всем добра, всем счастья, улыбок, любви и очень много здоровья нам и нашим близким. Отдельное спасибо за поздравления. Прилетело очень много комментариев с поздравлениями. Ребята, я прочитала каждый и желаю вам всем того же и побольше. Но и так вернёмся, конечно же, к самому обзору. Один, ребята, из главных хомяков Лёли Быковой заявил о том, что Оля профи-блогер, поэтому и названия такие. Но да, согласна, 100% так. Это серьёзный уровень профессионализма. Натягивать просмотры на своём канале исключительно благодаря названиям. Но забывает человек о том, что если постоянно кричать слово «пожар, пожар, пожар», когда он на самом деле произойдёт, никто уже в это не поверит и, конечно же, не обратит внимания. И опять-таки названия такие у роликов. Не от высокого профессионализма, а от того, что её канал, этот тухляк, никто не смотрит абсолютно без вот этого кликбейта и хайпожорства. Вот никто не хочет это всё смотреть. И стоит задуматься, почему же на самом деле так происходит. Ведь сколько раз сама Лёленька ныла и плакала, что ролики хорошие, добрые, с хорошими и добрыми названиями никто смотреть не хочет. Вот в этом, ребята, и весь прикол, что никто её на самом деле смотреть не хочет. Только вот таким вот способом, интригами, скандалами, слезами, раздутыми якобы новыми отношениями она и может удержаться на плаву. Только благодаря этому она и привлекает внимание на свой канал. А вот обычные её ролики ни о чём никто абсолютно не смотрит. И, кстати, Лёля сейчас как никогда радуется просмотрам и благодарит хомяков за то, что они её услышали. Не зря она падала им в ноги и умоляла смотреть по нескольку раз. Ролики теперь в топе. Но Лёля забывает о том, что первое, это клебетовая тема Александр и якобы отношения, то есть все в недоумении, кто этот Александр, да, и её смотрят. А второй момент, это, конечно же, то, что сейчас новогодние рождественские праздники и людей на Ютубе много. И просмотры сейчас поднялись, скажем так, практически у 99% блогеров. Но, ребята, для хомяков не это самое страшное. Самое страшное то, что Ютуб обвалил рекламу. И она упала у всех блогеров практически в 2,5, а то и в 3 раза стоимость рекламы. И понятно, что любой блогер, как бы он ни работал, какой бы он сейчас ни показывал контент, заработает в 2,5, в 3 раза меньше от предыдущих доходов. И представьте, как для Лёльки это волнительно. Ведь как раз-таки она, как никто, на 100% зависима от Ютуб. Потому что альтернативного, другого дохода нет. Скажем так, дохода, который бы ещё вливался в её бюджет. Но да, есть элементы, одни из которых не платятся. Есть какие-то социальные выплаты и какие-то продукты. Но всё равно для многомамки вот этой обжоры, которая привыкла бесконечно есть, это, конечно же, капля в море. И вот здесь хомякам стоит задуматься о том, чтобы реально срочно выходить на работу и начинать какие-то, я не знаю, сверхурочные брать нагрузки для себя. Ну, в общем, как-то шевелиться, потому что им в январе месяце нужно будет ещё больше дать мамке. Потому что зарплату за январь она получит в феврале. А в феврале уже будет много новых проектов, там ремонты и тому подобное. И Лёле этих денег просто катастрофически не хватит. И вот здесь опять-таки нужно сейчас начинать бомбить и нести, знаете, вот как птичка в клювике несёт детям червячки, вот так им в клювике нужно Лёле нести свои бабки. И пора уже задуматься о том, чтобы всё-таки Лёле создать какой-то ещё дополнительный доход. Хомяки, думайте, вы же там такие мегамозги сидите, самодостаточно уверенные в себе женщины, которые так реализовались, и все вы сплошь и рядом богатые и обеспеченные. Ищите срочно Лёле дополнительный доход вне Ютуба, потому что вот вам живой показатель зависимости от Ютуб. Когда ты реально зависишь от того, есть рекламодатели на Ютубе, нет их, закроют Ютуб, не закроют Ютуб, а сейчас ещё и пониженная реклама. А всё-таки Лёля привыкла жрать ваше и жрать этого много. Поэтому пора уже всё-таки организовывать какой-то бизнес, который Лёле будет приносить лавы, независимо от того, дадите вы в этом месяце или не дадите. Кстати, Лёля, помимо вышеперечисленного, ещё зависит и от вас, дадите вы эти донаты или не дадите в этом месяце. Ну а далее, ребята, я очень смеялась, как Лёлю бомбила от комментов. И причём бомбила так, что Лёля себя почувствовала учителем, преподавателем русского языка и литературы, и сплошь, и рядом начала исправлять орфографию в комментариях. Прям кривляла людей, которые допускали ошибки. И мне хотелось сказать, Лёля, ну ты сильна, ну ты сильна, ты бы посмотрела свою орфографию, посмотрела, сколько же ошибок ты допускала ранее, пока не начала словарём и проверочными словами пользоваться, а потом бы уже открывала рот. И, кстати, перед тем, как бомбить кого-то, обрати внимание на кормящую медалистку. Это просто нечто, это шедеврально. Там тебя не просто бомбанёт, там ты взорвёшься от тех ошибок, которые совершает медалистка. Ну и ещё можно, конечно же, пройти на канал Алексея Кухня. Там тоже ты повеселишься от тех ошибок, которые допускает твой сын. Вы знаете, ребята, вот именно, что с золотой медалистки нужно начать от начала и до конца, и Лёля тебя просто накроет. Поэтому перейди на канал собственных детей и посмотри, что твои чадо пишут и что твои чадо говорят. А потом пусть тебя бомбит уже от кого-то. Ну а забывай, Лёля, один такой нюанс, да, несущественный, что для её детей, в отличие от других людей, это родной язык, которым они не владеют и которого они не знают. И разница вся в том, что Ютуб — это мировая платформа, которую люди смотрят с любого уголка мира. И многие знают русский язык, но плохо на нём пишут, даже говорят некоторые на нём плохо, но хорошо его понимают и воспринимают. И вот, например, те люди, те страны, где уже не учат русский язык, люди им владеют, но написать на нём грамотно они уже физически не смогут. Но Лёля, когда нечем ответить, опускается до того, чтобы бомбить именно по ошибкам. Лёля, вот если тебя так бомбит, пройдись на канал своих детей и бомбани там, вот так конкретно возьми и бомбани. Там у тебя сердце кровью обольётся от того, что рассказывают твои дети и, конечно же, пишут. Хотя, ребята, ещё и такой момент, когда к Лёле прилетают комменты с ошибками, но сдобренные донатами, Лёля почему-то предпочитает этого не замечать. И представляете, какие двойные стандарты? И глаз ничего не режет, и слух ничего не режет, лишь бы бабло давали. Вот такая вся непостоянная и ветреная Лёлька. Ну а далее, ребята, я очень смеялась от её тандема с Александром. Они молодцы, зажигали, отжигали по полной. И баранами хомяки стали. И за язык Александр собирался некоторых подвешивать. Ну, в общем, бомбил по полной на пару с Лёльком. Вот такие два такие, понимаете, крутые чела вышли тут чисто всех разорвать на этом стриме. Да, вот так вот мордой в грязь хомяков в очередной раз макнуть. Но как только задали вопрос по поводу того, как же собирается Александр обеспечивать такую многочисленную семью, многодетную, как у Лёльки, или тоже он планирует брать с людей дань в виде донатов, почему-то Александр притих. Он потух, поник и притих. Он растерялся, не ожидал мальчик такого вот нахрапа. И Лёлька бомбанула, тоже его нормально окунула. Не забыла это прочитать и это озвучить. Задала ему вопрос на эту тему, но мы ответа не услышали. Как нам даже не пытались объяснить, что Александра в этот момент и рот занят, поэтому он не может ответить. И Александра бомбанула, он не знает, что ответить. И Александр побежал резко Лёле кофе делать, чтобы опять-таки не ответить. Поэтому четкого ответа мы, конечно же, не услышали. Тут два варианта. Либо никто не собирается никого обеспечивать, либо Александр собирается обеспечивать Лёлю с помощью донатов. Но даже Лёля была в шоке и сказала, что Александр ей не подходит, потому что он явно не блогер. Он растерялся и ответа не последовало. И вот опять-таки стало обидно, где же вся эта спесь этого мальчика, где это все задорное веселье, где вот эти все бараны делись, тех, которых за язык надо подвешивать. Все, ребята, вот так вот загнали его в ступор одним единственным комментарием. Но Лёля нам открыла тайну. Оказывается, Александр самый такой вот, знаете, ярый ее поклонник. Он смотрит каждый ее ролик и даже рядом, сидя с ней, включает ее стрим и любуется на Лёлю. Представляете, это называется «А нашу маму» и там, и тут показывают. Мало ему просто вживую видеть Лёлю. Еще нужно в свободную минутку видеть Лёлю на экране телефона. Вот такая любовь, вот такая любовь. Ну и далее, ребята, Лёля пообещала хомякам через 150 серий показать Санта-Барбару и рассказала, какие зрители плохие. Они все равно его увидят. Нажмут стоп-кадр, увеличат. Ночь спать не будут, но увидят его. И вот хочется сказать, Лёль, ну расслабься, выдохни, бляха, прошу прощения за выражение, муха. Сними с себя эту корону. Ну такая звездунья. Вот чтоб не сказать пе-здунья. Я говорю звездунья, кому нахрен впала ты и твой вот этот очередной хохолек? Кому он вообще нафиг интересен? Слишком уж очень много ты о себе возомнила, да, и слишком высоко ты почувствовала, что взлетела. Но не забывай, что очень высоко можно взлететь и очень низко упасть. Тем более слава на Ютубе, это не является бизнес, это не является популярный, вернее, постоянный доход. Это не является никакой гарантией. Сегодня ты популярна, а завтра ты в полной жопе сидишь. Можно посмотреть это на примере канала Мама Отличник, Инна Судакова, Пираты, где есть подписчики о просмотрах с фигов нос. И таких каналов очень много, я там по памяти сейчас не вспомню. Где есть подписчики о просмотрах с Филькин, я не знаю, с Гулькин нос действительно. Поэтому выдохни и расслабься. А то прям, понимаете, чиня Александр. Ни один полноценный нормальный мужик в жизни не побежит к поберухе всего Ютуба. И в жизни не взвалит на себя чужих детей и вот такую вот Лелю, которая по жизни единственное, что может, это просто плодиться и размножаться. Никак ты в реальной жизни не состоялась. Единственное, что ты научилась, это выходить в стримы, дайте-подайте, держать камеру в руках и монтировать видосы. Это все твои навыки за всю твою жизнь. А, ну, конечно же, еще рожать. Это да, в этом ты вообще стопроцентный профи. Поэтому выдохни, а то прям возомнили себя, понимаете. Люди жить не могут, чтобы ее Саше не увидеть. Да кому нафиг вообще впал этот Саша? Много слишком чести. Ему и Леле ночами не спать и мониторить там, как он выглядит. И Леля, ребята, кстати, очень возмущалась. Откуда у людей такие мысли относительно ее мужчин? Мужчин в окружении не юно. Саша ее поддержал, пришел на выручку и сказал, опы, эти мысли берутся. Я смотрю, Саша молодец. Он прям так поддерживает Лелика, как никто и никогда бомбит вместе с ней. Вы знаете, вот это смешно наблюдать, когда вообще мальчик ниоткуда зовут его никак. И, скажем так, ничем он не удивил и не впечатлил. Потому что, повторюсь, если бы Леле было чем похвастаться в плане подарка, она бы это 100% сделала, доказала всем. Жене своему доказала, зная, что он смотрит ее YouTube-канал. Что же ей подарили? А так как бы она вскользь проехалась по этой теме и нифига так и не показала. А тут мальчик почувствовал себя уже чуть ли не звездой YouTube и открывает рот на подписчиков. Лель, не забывай о том, что он может настолько рот свой наоткрываться, что ты последних хомяков растеряешь. И, кстати, ребята, вы знаете, удивительный момент, когда Леля сама по себе хайпожорка, сама хайпует на теме этого Александра, а потом удивляется и ее, видите ли, бомбит от комментариев. И какой-то вот такой Саша сидит и открывает рот. И еще может себе позволить рассуждать о том, что такие мысли сопы берутся. Хотя, ребята, все очень относительно. Возможно, человек знает на собственном опыте. Возможно, ему виднее. Поэтому он честно и рассказывает, что в жопе такие мысли есть. Походу, он в этой жопе неоднократно бывал. Поэтому и четко бомбит и говорит нам правду. И объясняет, откуда же вот такие мысли могут появляться. Ну и далее, конечно же, Лелька сказала, что ее хахаль не мужик. Нет, ребята, он не мужик. Он парень, который даже моложе Лели. И вот такое бывает. Так что все, умыли Александра. Он еще не мужик. Он вот так вот, знаете, какой-то еще юнец. Молодец. Но никак не мужик. Не видит Леля в нем мужика. Вот этой силы, напора, мощи, мощи финансовой. Ничего не видит. Леля видит в нем всего лишь паренька. Ну и далее, конечно, напомнила всем хомякам, что она принимает сегодня поздравления с новорожденной. Денег дайте. Не просто так вам сидят, а мылясами точат. В общем, доставайте кошельки и поздравляйте Лелька с ее новорожденной. А, кстати, это дополнительная нагрузка. 10 поздравлений в год. Так что давайте, хомяки, бомбите, не покладая рук. И в январе еще две поздравлялочки вы, Леле, должны как пидать, как с куста. Ну и далее Леля рассказала о том, что может с Александром поиграть. Поиграть так, как она играла с Андреем на дне рождения. Поэтому, Александр, готовься. Тебя ждет красный курсет, сексуальное нижнее белье. Лелька в ритузах и в чулках. Это будет просто огнище, огненное зрелище. Вы знаете, ребята, я понимаю, если еще действительно этот Александр является каким-то потенциальным женихом. Но если этот Александр родственник, как многие говорят, да, двоюродный или троюродный брат, или вообще посторонний чужой человек, я не представляю, как ей не стыдно. Это фу, это так омерзительно, такое бомбите исполнять, если он нанятый, да, человек, скажем так, для контента. Я не представляю, как после вот таких вот высеров можно этому мужику смотреть в глаза. Но когда он, видимо, сам был немного в шоке, Леля его успокоила и рассказала, что это она с ним так пошутила. Типа, выдохни, такое тебя не ждет. Вот, видимо, Саша еще сам не готов к такому бомбилову. Но и далее Леля, конечно, рассказала о том, что сама будет выбирать и решать, кто достоин ее семьи, а кто нет. Лель, ты вначале найди претендентов, чтобы они себя посчитали достойными или недостойными, чтобы они хотя бы появились в радиусе тебя. А потом, конечно же, об этом рассказывай. И опять-таки, ребята, ну, будет этот мужик какое-то время, понимая, что она самодостаточна на данный момент, и своих детей сможет просодержать сама. Но ни один адекватный мужик, он сразу будет предполагать, что случится, если не станет Ютуба, и за что тянуть вот эту всю здоровую семью. Он просто в эту аферу даже не вяжется. Ну, то есть, мужик, у которого есть мозги, который умеет думать. А тот, конечно, вот такой, как Леляных 99% зрителей, тот, да, тот поведется нефиг делать и побежит. Побежит, сломя голову к Лельке в семью под теплое крылышко. Ну, вот так вот, ребята, для меня это выглядело. Продолжение следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok